Нежные клематисы, ароматные розы и море разноцветных петуний. Сейчас садовый центр в селе Аксинина приятно удивляет разнообразием цветов. При этом хозяева центра, многодетная семья Погончиковых, выращивают здесь и овощную рассаду. Сами закупают лучшие семена, высаживают и постоянно увеличивают ассортимент. А ведь когда-то любовь Погончикова была от этого далека. Работала поваром и ей нравилось. Идея пришла не сразу, я даже не мечтала об этом, но так сложилось в жизни, что пришлось мне заниматься этим делом, выращиванием, так как я являюсь многодетной мамой и очень долго была в декретном отпуске. Ну и потихонечку в огороде там ухаживала за своими цветами и все это как-то дело превратилось в большую такую уже работу. Сегодня в садовом деле задействованы почти все члены большой семьи. Любовь работает вместе с мужем Алексеем. Младшие дети активно помогают на каникулах и в свободное время. По возможности приезжают и старшие. А зырость и неводство Люба постигала опытным путем. Всегда смотрела, как выращивают другие. То есть были люди, которые, от которых я брала опыт. Это наглядным примером всегда лучше, чем ты учишься там по книгам, по бумагам. То есть я брала уже с конкретных людей. Я смотрела, видела, все это улавливала. Вот и в принципе ничего такого сложного. Младшей дочери погончиковых Маши сейчас 13. Вместе со старшей сестрой Лизой она выполняет мамины поручения. Поливает, сажает, прищипывает растения. Девочка еще не очень хорошо разбирается в цветах, но очень любит розы. Родителям помогает с удовольствием. В садовом центре мне нравится красивая обстановка и цветы. Сама любовь из всех цветов отдает предпочтение весенним крокусам, нарциссам и тюльпанам. Кстати, именно благодаря последним более 15 лет назад стартовал семейный бизнес. У нас росли тюльпаны алые такие в огороде. И очень много. Они так размножались сами по себе. У меня мама любила тюльпаны. И я думаю, что с тюльпаны началось, потому что я их срезала, перешла на обычный рынок в Звенигороде, продала. Вот эти какие-то денежки появились. И вот с тюльпана началось. Потом было деление многолетников дома, постижение агротехники эмпирическим путем, создание теплиц. Теперь погонщиков участвуют в международных выставках, делятся своим опытом и перенимают его у других агрономов. Участок, который здесь глава предоставил, у нас весь полностью разработан. У нас уже посажено более 600 кустов клубники, которые в следующем году дадут хороший урожай. Сейчас площадь всего участка в 12 соток в Аксине не задействована. Здесь растут клубника, ягодные кустарники и цветы. В следующем году на семейном предприятии Любы Погончиковой увеличится и цветочная продукция.